Протест против родителей И часто тинейджеры совершают тот или иной поступок не потому, что осмысленно сделали выбор, а просто из духа противоречия. Вот этот возрастной протест становится интенсивнее, отчаяннее, если родители совершенно не интересуются ребенком. И фактически подросток чувствует, что он не нужен и даже в тягость в своей семье. Часто у таких детей формируется комплекс саморазрушения. То есть если я вам не нужен, значит я должен сделать все со своей стороны, чтобы уйти. И здесь как раз таки подходят все вот эти деструктивные способы поведения. Что мы можем сделать для того, чтобы вот эту точку риска минимизировать? Конечно же это всевозможные социально-психологические игры, тренинги на тему ответственности. Именно не лекции и нотации, а проигрывание в игровой форме. Обучение подростков анализу своих желаний, своих выборов. Для чего я это делаю? Я действительно этого хочу? Или я завишу от желания противоречить своим родителям, доказать им что-то? Обучение подростков вот такому неагрессивному и уверенному отстаиванию своего мнения, умению сказать нет. Ну и конечно же очень важно из самих родителей обучать эффективному взаимодействию с подростком. Следующая точка риска это стремление снизить тревожность, вызванную неуверенностью в себе. Как мы уже говорили, подросткам свойственна неуверенность. И они очень часто переживают на эту тему и примеряют на себя всевозможные образы. И эти образы всегда с приставкой супер. Но так как он до этого образа не дотягивает, это еще больше вызывает в нем нарастающую тревогу. Что мы можем сделать здесь? Во-первых, развитие у подростков умений видеть в себе реальные позитивные качества. Ну и научиться принимать самого себя. Второй момент это обучение подростков, скажем, цели. Это мы уже говорили чуть выше. Постоянная поддержка подростков при достижении поставленных целей. Развитие веры в себя. Что не просто, как вот сегодня там Борис Геннадьевич говорил, да, вот если бы ты постарался, у тебя там была бы пять. Нет, ты молодец, ты преодолел, ты уже много сделал для того, чтобы получить эту четверку. Я горжусь тобой. Ну и, конечно же, очень важно обучать их приемам и методам снятия вот этого стрессового напряжения. Следующая точка риска – это стремление уйти от осознания несправедливости мира, разочарования и утрат. Наверное, вы все понимаете, что подростки – они максималисты. У них есть только черное и белое, добро и зло. И очень часто, когда они видят бездействие взрослых, ну вот я приведу один такой небольшой пример из своей практики. Консультировала девочку, подростка, ей 16 лет. Она вот до истерики, до слез была, почему взрослые ничего не делают для того, чтобы минимизировать использование пластика у нас на планете. Потому что столько гибнет морских животных, птиц, различных других обитателей от вот этих вот просто гор, гор пластикового мусора в океане. И для нее это просто вот шок. Она говорит, я от этого отказалась, почему мои родители не могут отказаться от пластиковых упаковок и всего прочего. И когда они видят вот эти вот моменты, их это действительно повергает в шок. И вот они стремятся уйти от осознания вот этой вот несправедливости. Каким образом? Мы здесь тоже понимаем, да, у них есть два момента. Либо не видеть, не слышать, не чувствовать. То есть когда они сами себе запрещают это, да, чтобы не травмироваться лишний раз. Либо становятся циниками. Кто может пройти мимо чьей-то чужой боли, переживаний, какой-то трагедии и так далее. Потому что очень тяжело, когда ты постоянно находишься вот в этом стрессе. Ну и, конечно же, что мы тут можем сделать? Обучение подростков способности видеть дуальность жизни. То есть видеть две стороны медали, если можно так сказать. Здесь могу вам предложить поиграть с ними, да, и сами для себя возьмите за правило. Такое упражнение называется три на три. То есть берете какую-то ситуацию и три аргумента приводите, почему это плохо, и три аргумента, почему это хорошо. Ну вот, например, весь вечер сегодня я провел в одиночестве. А вы знаете, для ребенка это проблема, для подростка. Поэтому три аргумента или три варианта, почему это плохо, напиши. И он может сказать, да, потому что мне не с кем было общаться. Потому что, я не знаю, там, допустим, не с кем было разделить радость от полученной там какой-то информации. Там, скажем, я испугался темноты, когда вот уже стемнело, а там до сих пор никто не пришел. Ну хорошо, это вот как бы три минуса. А теперь найди три плюса твоему сегодняшнему одиночеству. И он тоже может найти. Например, у меня появилось время сделать какие-то домашние дела, которые давно откладывал. Я смог лечь спать пораньше, да. А, предварительно, у меня еще было немного времени после того, как я сделал домашние дела. Даже какой-то хобби немножечко этим позанимался. То есть вот таким образом он сможет видеть, что практически во всем негативном, как он воспринимает это негативным, есть и что-то позитивное. Дальше. Обучите ребенка приемом позитивного осмысления негативных явлений. То есть это вот упражнение поиска позитивного. То есть когда что-то происходит в нашей жизни, у меня есть выбор. Либо я принимаю решение изменить это, либо оставляю все как есть. И если я принимаю решение изменить это, то я могу изменить обстоятельства. То есть что я могу сделать, чтобы больше не попадать в эти обстоятельства, когда происходят какие-то проблемы. Дальше. Я могу изменить себя, то есть свои реакции и так далее. Ну и я могу изменить свое отношение к происходящему. То есть я могу посмотреть на это как на то, через что я вывел для себя урок на будущее. Ну и конечно же очень важно, чтобы мы с вами сопровождали наших детей или оказывали им душепопечение, если можно так сказать, при переживании ими какого-то горя, разочарования в любви, потери близких и так далее. Потому что самим им очень трудно с этим совладеть. Наверное, вы сталкивались, может быть, слышали, читали истории, а может быть, в реальной жизни, что подростки, когда особенно у них вот это разочарование в любви, им кажется, что все, вот больше я теперь уже счастливым не буду никогда. И именно в подростковом возрасте очень высок процент суицидальных исходов вот такой вот несчастной любви. Поэтому здесь очень важно показать им и другую сторону вот этой ситуации. Так, суммирая все сказанное, что мы можем подчеркнуть? Какие есть меры профилактики отклоняющегося от поведения? Во-первых, это информирование о влиянии отклоняющегося поведения, то есть агрессивного, противоправного или аддиктивного. Аддиктивное – это когда человек использует психоактивные вещества. Агрессивное – когда он свои негодования направляет на кого-то. Ну и противоправное, вы понимаете, да, то есть это нарушение каких-то законов и порядков. То есть мы должны дать им информацию о том, что вот эти формы отклоняющегося от поведения, они влияют на здоровье, на отношения и на всю жизнь человека. Но просто информировать их – этого слишком мало, это слишком слабая степень защиты. Следующая степень – это развитие необходимых личностных качеств и жизненных умений. Как мы уже с вами говорили, да, лидерские навыки, творческие умения, умение ставить цели, умение достигать их и так далее. Дальше. Развитие умения строить межличностные отношения и обучение моделям конструктивной коммуникации. Мы уже с вами говорили об этом. Ну и, наконец, высокая степень защиты – это организация различных мероприятий, которые бы позволили подросткам на практике удовлетворять потребности и укреплять полученные знания и навыки. И здесь не пренебрегайте, дорогие мои, теми многочисленными лагерями нашими христианскими, всевозможными клубами, искателям, следопыты, начиная еще с детства, там, бобряты и все остальное. Всевозможные походы для них организовывайте на выносливость, на преодоление. То есть организовывайте для них всевозможную работу в различных молодежных организациях, в каких-то волонтерских движениях. Все это поможет им как раз-таки пережить вот эти вот точки риска и выйти уже в более взрослую жизнь без каких-то поломанных моментов в своей жизни. Ну и еще мне, конечно же, хотелось бы затронуть вопрос, так почему же дети уходят из церкви? Я бы даже сказала, почему они не принимают систему ценностей своих родителей? Мы знаем, что, к сожалению, процент ухода подростков и молодых людей очень и очень высок. Барнс провел такое исследование, где было выявлено несколько ключевых факторов, и сегодня хотела бы чуть-чуть о них сказать. Во-первых, это в семье и лично ребенком нет каждодневного изучения Священного Писания. То есть эта добрая привычка не была сформирована им, то есть нами, для ребенка, в ребенке, начиная с детства. А мы знаем, что, как пишет Эллен Вайт, одно предложение Евангелия имеет в себе более силы, чем тысячи идей, высказанных людьми. Даже если нам кажется, что он ничего не запоминает, он ничего не понимает, пока маленький. Вы помните ту притчу про носить воду в решете? Да, ты, может быть, воду в решете не принесешь, но зачерпывая эту воду снова и снова, ты вымываешь сито. Таким образом, Слово Божие, попадая в разум ребенка, очищает его. Бог через Святого Духа дает ему мысли, так скажем, вопросы, которые он потом впоследствии может вам задать. А если там нет Слова Божьего, о чем он будет вас спрашивать? Поэтому очень важно обратить внимание на формирование вот этой вот доброй привычки. Это каждодневное изучение Священного Писания лично ребенком. Хотя бы небольшой кусочек, я всегда говорю. Даже если ребенок не в силе прочитать целую главу, пусть прочитает кусочек и задаст себе несколько вопросов. Каков Бог в этой истории? Что Бог хочет сказать лично мне через эту историю? Может быть, какие-то принципы такие основополагающие там заложены. Второй момент, что упущено в тех семьях, где дети ушли из церкви. Это нет библейского убеждения, что они будут спасены. Многие дети боятся второго пришествия, потому что для них это в представлении как возмездие за все зло, за всякий грех. А все мы люди грешники, поэтому раз я грешник, меня неминуемо ждет возмездие. Либо есть еще другая сторона, это так называемая дешевая благодать. Ты же ведь исповедовал его своим спасителям. Все, а дальше не парься, живи как хочешь. То есть вот это вот отсутствие библейского понимания многих доктрин. Да, нам кажется, что раз они с детства в церкви, то должны это знать. Нет. Именно когда они достигают подросткового возраста, очень важно вот эти основополагающие библейские истины заново с ними пройти. И не просто им об этом рассказать, а чтобы они вместе с вами открывали Священное Писание. Чтобы они вместе с вами убеждались в том написанном. Вообще, почему мы можем доверять Библии? Какие у нас есть аргументы в пользу ее достоверности? Следующий момент. У них нет библейского основания своей веры в Иисуса Христа. Ну вот я как раз об этом и говорила сейчас. Вот эти вот 28 доктрин. Они их не знают. У нас и взрослые-то многие не знают, а ребенок тем более. Особенно, когда он начинает сомневаться в каких-то вещах. Вот здесь важно не упрекать, не критиковать, не говорить о том, что чем же ты слушал все эти годы, пока ты был в христианских лагерях, в клубах, на детской субботней школе. Нет. Просто возьмите и разберитесь с ним определенную тему. Ну вот, например, да, там, скажем, состояние мертвых после смерти. Где они, что с ними происходит. Сегодня, знаете, очень модно стало верить в то, что наша жизнь, она не конечна, она перерождается. Если здесь у меня что-то не получилось, то в следующей жизни обязательно я это наверстаю. Поэтому здесь можно рассказать, как Бог открывает эти истины в Священном Писании. Но, я повторюсь, очень важно, чтобы сам ребенок, находясь в Библии, открывал, читал и мог убеждаться в том, что там написано. А не просто верил, потому что вы так сказали. Иначе своя вера у него так и не сформируется. Нет своего служения в церкви, то есть нет применения своих даров. Наверное, вы понимаете, что все дети способны. Многие из них посещают всевозможные кружки и секции и школы. И они бывают востребованы там, в миру. Они участвуют на фестивалях, они занимают призовые места, они выступают на городских площадках. А в церкви очень часто они сидят без дела. То есть они не чувствуют свою причастность, свою нужность ко всему происходящему. Поэтому постарайтесь подумать, чем и как вы можете занять каждого ребенка, который приходит в вашу церковь. Понятно, мы всегда легче найдем занятия для тех, кто читает стихи и поет песни. А остальные? А что делать с теми, кто хорошо рисует? Может быть, вы поможете им оформить какие-то тематические стенгазеты. Или будете вместе с ним оформлять информационный уголок, где он сможет приложить свои творческие, художественные навыки. Может быть, кто-то из ребят, из девочек хорошо шьет или вяжет. Потому что сегодня... или там делают какие-то другие поделочки своими руками. Помогите им найти себя нужным в церкви. Не были научены, как проповедовать другим. Действительно, это большая проблема. Не все взрослые сегодня умеют делиться своей верой в Христа, а тем более дети. Здесь очень важно, чтобы мы научили их не стесняться того, что ты христианин. Потому что, когда они достигают вот этого подросткового возраста, первое, где они сталкиваются с возможностью сказать о себе, это в школе своим сверстникам и учителям. Особенно, если вы не посещаете по субботам школу, то, естественно, об этом будут знать. И вот как ребёнок при этом себя чувствует? Ему неудобно. Он как бы извиняясь, что вот он должен теперь пропустить. Или же он может смело рассказать, почему он ходит в церковь, почему это важно для него. А это возможно только лишь в том случае, если ребёнок познал вкус настоящего христианства. Очень часто бывает так, что мы и сами-то от своего христианства не в восторге. А уж тем более дети. Знаете, однажды была в одном городе, может быть, рассказывала уже это кому-то. Она была в канун Нового года и услышала в фойе диалог двух мамочек. Одна другой говорит, ты знаешь, как раз Новый год должен был быть, ну как по нашим традициям, да, с пятницы на субботу в ночь. И вот одна мамочка другой говорит, ты знаешь, а у них у обеих девочки 15-летние. И вот говорит, моя дочка мне заявила, что со мной она Новый год праздновать не будет. Она пойдёт к своим друзьям, потому что, цитирую, мне надоели ваши монотонные песнопения и ночные челобития. То есть ребёнок до 15 лет не понял, что христианство может быть вкусным и классным. Что время можно проводить по-другому. Что это время действительно может быть интересным и веселиться и радоваться со Христом тоже можно. Поэтому, конечно же, им будет легче говорить другим о своей вере, если они сами поняли этот вкус. Если им самим жить со Христом классно. Ну и следующий момент. Нет семейных богослужений. Наверное, многие из вас понимают о том, что именно вот это время семейных таких вот уединений, размышлений, обсуждений. Это то время, когда мы можем передавать свои ценности подрастающему поколению. Это то время, когда мы можем делать акценты на правильных вещах. Это то время, когда мы можем делиться своей верой, своими наблюдениями, своими размышлениями. Когда мы можем рассказать, как классно со Христом живётся мне. Как мне Он помогает преодолевать трудности. Как Бог решает мои проблемы, будь то в рабочем коллективе или в каком-либо другом. То есть это очень ценное и важное время. И очень жаль, что многие семьи упускают эту благословенную возможность. Мы помним, что написано в книге «Воспитание детей». Тимофей с детства знал Писание. И это знание охраняло его от недоброго влияния окружающей среды и от искушения избрать вместо долга удовольствие и эгоистичное самоугождение. В такой защите нуждаются все наши дети. То есть в знании Священного Писания. И частью работы родителей и посланников Христовых, я сюда дополнила, учителей детских классов, должно быть правильное наставление детей в Слове Божьем. А правильное наставление – это и есть поделиться не только сухим знанием, а то, как ты это знание применил и каково оно было на вкус. Причем очень важно говорить не только о позитивных моментах, но и тех переживаниях, негативных каких-то вещах, которые вы испытали в своей жизни. Потому что зачастую дети видят, ну, так скажем, вот только нашу какую-то внешнюю сторону. Они могут видеть наши победы, но они не знают, как мы к этому пришли. Чего стоило, например, мне соблюдение субботы на предприятии? Или вот конкретно в моей жизни, да? Чего мне стоило соблюдение субботы в школе, когда я не пошла на свой выпускной экзамен? И мне обещали, что ты уйдешь из школы со справкой. Как ты пришла к этому решению? Что ты, ну, какие аргументы взвешивала? Чем руководствовалась? Когда они поймут, что это трудно не только им, но и нам было, они поймут, что у них есть шанс, у них есть надежда. Значит, не всё потеряно. Потому что они видят только вот нашу внешнюю сторону. Они же не могут заглянуть в наше прошлое, они не могут заглянуть в наш мозг, чтобы увидеть весь процесс принятия решений. Может быть, той боли, тех разочарований, которые мы пережили. Поэтому приоткрывайте для них себя. Я хотел бы обратить особое внимание на вот эти вот важные истины, которые нужно рассказать в подростковом возрасте. Это крест. Это все пророчества о пришествии Мессии. Это безграничная любовь Бога к человеку. Вообще, почему он пришёл на эту землю? Это служение в святилище ветхозаветнее. Потому что всё служение в Ветхом Завете, оно указывало на пришествие Христа. Там есть очень много интересных граней. Там можно углубляться неоднократно и показать всю прелесть, всю красоту Слова Божьего и вот этого ожидания Мессии. Обязательно доктрины, каждую из них в отдельности, пройдите с ними досконально. Только так они смогут обрести своё понимание. Не просто веру в то, что сказал проповедник за кафедрой. Не просто веру в то, что сказал учитель субботней школы или папа, или мама. А именно свою веру обретут. Они научатся получать ответы на свои многочисленные вопросы. Конечно же, пророчества. Это бездонная тема, где можно очень много с ними копаться. Показать им, что пророчества бывают разными. Условные, безусловные. Какие уже исполнились. Каким ещё предстоит исполниться. Ну и, конечно же, изучайте с ними признаки последнего времени. То, чем будет жить этот мир. Каково будет его состояние. И как мы можем сохранить себя, свою веру, невзирая на разлагающееся общество. Одним словом, тем очень много. Поэтому копайтесь, углубляйтесь, не довольствуйтесь верхушечками. Верхушечки были в детстве. А теперь окунитесь в глубину. Вы поймёте, что это то, что будет интересно ребятам этого возраста. Ну и, конечно же, хочется сказать о том, что важно исправлять ложные богословские понятия, которые они каким-то образом от кого-то могли усвоить. Ну, например, Бог посылает нам, так скажем, беды всевозможные, чтобы наказать нас. Или Бог не примет ничего, что несовершенно. Ну и вот таких вот моментов может быть много. Поэтому, когда вы слышите какие-то реплики от них и понимаете, что это не так. Или вот недавно, значит, одна девочка делилась своими переживаниями. Она была на служении и услышала проповедь о том, что в жизнь истинно верующего человека Бог никогда не допустит трудностей. Но ведь это же не так. Мы с вами, читая Священное Писание, изучая истории библейских героев, патриархов, видим, сколько было проблем, переживаний, зачастую незаслуженных ими. Скажите, чем заслужил Иосиф, чтобы быть, так скажем, брошенным в темницу? Чем заслужил Даниил оказаться в плену в Вавилонском? Чем заслужил Иов вот все те многочисленные трагедии, которые постигли его жизнь? Поэтому здесь важно показать ребятам, что есть две противоборствующие силы в этом мире. И очень важно давать им правильные понятия, а не так, что если у тебя в жизни что-то случилось, значит, ты последний грешник. Это значит, ты точно не спасешься. А они переживают проблемы, для них и, простите, прыщ на лице трагедией кажется. И они говорят, так вот, если Бог такой любящий, почему Он это допускает в мою жизнь? Или, например, когда серьёзно заболела мама или бабушка, и ребёнок много времени молился, а исцеление не произошло, и мама умерла от онкологии. Чем я провинился, что Бог так меня наказал, забрав мою маму? Таких неудобных вопросов, с одной стороны, глубоких и трагичных у них очень много. Поэтому найдите время и поисследуйте с ними. Потому что когда Он найдёт ответы на большинство своих вопросов, то вот эта вот картинка Бога, Его любви, картинка того, что Он ожидает от меня, от моей жизни, оно всё сложится в один единый пазл. И тогда, пройдя через вот эти вот сомнения, какие-то трудности, испытания, Он обретёт, наконец, свои личные глубокие отношения с Богом. И Он будет уже говорить, что я верю не потому, что меня папа-мама научили, учитель, так сказал, или пастор за кафедрой, а потому что я это знаю. А узнал это из Священного Писания, из тех размышлений, которые у вас были из жизненного опыта. Ну и мы с вами говорили о том, что для этого возраста очень важно общение со сверстниками. Поэтому, когда мы предлагаем им всевозможные виды занятий, мероприятий, очень важно учитывать вот этот вот момент. Поэтому, вот Конфуций говорил, да, расскажи мне, я забуду, покажи, я запомню, вовлеки меня в процесс, и я пойму. Как мы можем вовлекать подростков вот в процесс изучения такого глубокого, досконального, и в принципе в процесс, так скажем, исследований. Будь то это какие-то мероприятия, направленные на, так скажем, изучение себя, каких-то сторон жизни, или же это духовные какие-то вещи. Так вот, есть несколько вот таких вот способов обучения. Первый из них – это дискуссия. Они очень любят дискуссию. Что такое дискуссия? Чтобы появилась или сложилась хорошая дискуссия, нужно как минимум два разных мнения. Поэтому, когда вы организовываете дискуссию, покажите диаметрально разные точки зрения на этот вопрос. Это будет стимулировать ребят высказывать свои мысли на этот счет. А когда они вовлечены в процесс обсуждения, у них начинает активно работать мозговая деятельность. Они лучше запоминают, они лучше усваивают. Опять-таки, в любой дискуссии вы должны понимать, к чему вы хотите привести детей. Дальше, задавайте открытые вопросы, на которые они могли бы раскрывать то, что они думают. Ребята этого возраста очень любят задания в мини-группах. Когда вы проводите какое-то мероприятие, готовьте задания так, чтобы они могли где-то поработать в паре, в тройках, в таких вот небольших группах. А потом своими обсуждениями, размышлениями, находками, выводами поделиться со всеми остальными. Это тот способ взаимодействия и обучения, который для них наиболее приятен, важен и нужен. Всевозможные карты и справочники, которые регулируют или систематизируют все те знания, которые были получены до того. Ролики, презентации, самостоятельные исследования, всевозможное творчество, поиски ответов на проблему, аргументация выбора. То есть, когда у вас есть несколько вариантов, как можно поступить, что можно сделать, и вот здесь вы попробуете, чтобы они каждому выбору подобрали аргументы. Почему бы ты поступил так и не иначе? Ну и, конечно же, очень важно, покажите им конкретные реальные способы применения знаний в практической жизни. Потому что очень важно, очень часто у нас бывает слово Божие, изучение Священного Писания оторвано от жизни. То есть, Библия сама по себе, жизнь сама по себе. Они еще не могут транспонировать то, что услышали зачастую сами. Поэтому важно им подсказать эти пути реализации полученных знаний. Конечно же, они также очень любят, когда мы их вовлекаем в процесс планирования, когда мы интересуемся, что вы хотели бы, что вам важно, что вам интересно. Когда мы их вовлекаем в служение и проявляем им доверие. И вот здесь, даже если вас раз подвели, два, три, двадцать, неважно, действуйте так, как Бог действует по отношению к вам. А Он дает нам новый и новый шанс. Поэтому доверяйте вашим ребятам, и вы увидите, что они будут стремиться оправдать свое доверие в ваших глазах. Ну и мне очень хочется пожелать всем вам, дорогие мои родители, которые нас смотрят сейчас в прямой трансляции или в записи. Дорогие мои учителя и руководители детского отдела. Пусть каждый ребенок, каждый подросток и каждый молодой человек, который приходит в наши церкви, будет спасен для вечности. А для этого очень важно, чтобы мы ежедневно черпали у Бога мудрости в служении им и во взаимодействии с ними. Мне хочется напомнить о задании. Пожалуйста, прочтите книгу, которая была вам показана в начале. Напишите 10 выводов для себя или 10 открытий, что вы взяли для себя и как вы это будете применять во взаимодействии с подростками. И все, кто добросовестно к этому заданию подойдут, я вышлю книгу в электронном варианте с многочисленными тренинговыми упражнениями. Упражнениями, которые вы сможете использовать на своих занятиях для подростков. Там, где вырабатывается воля, самодисциплина, различные другие навыки и так далее. Поэтому всем, кто добросовестно выполнит это задание, в качестве такого поощрения я пришлю книгу в электронном варианте. Вы можете все ваши задания направлять на мою почту, которую видели уже на экране и, надеюсь, увидите еще. Ну а я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго. Пусть ваши отношения с вашим подростком приносят вам удовольствие и благословение.